Не пройти и не проехать – это определение, как нельзя, лучше подходит для улицы. Интернациональные ямы здесь в буквальном смысле на каждом шагу. И это несмотря на то, что рядом находится остановка общественного транспорта и жилые дома. Прохожие стараются обходить эти ямы стороной, перешагивая и даже перепрыгивая. Мужчины и женщины, мамы с колясками и, конечно, авторюбители – все они стали заложниками плохих дорог. К сожалению, иногда такие ямы становятся причиной серьезных травм. Две недели в гипсе – такой итог. Обычной прогулки ждал Надежду Амелькину. Я ногу сломала летом, дождик прошел, яма. Я от машины посторонилась и все, ногу сломала, упала. И сейчас она там лужа постоянно. Колеса даже грузовых машин проваливаются в выбоины на дороге. Объехать их практически невозможно. Тут сразу несколько ям. Каждая поражает своими размерами. Невооруженным взглядом видно, что ямы достаточно большие. Прошел дождь. Определить глубину с точностью, наверное, слишком сложно. Мы решили с помощью подручных средств попробовать измерить глубину. Навскидку здесь значительно больше 10 сантиметров. Конищево – один из крупных спальных районов города. К сожалению, улица Интернациональная не единственная, где проблема качества дорог стоит остро. Жители куда только не обращались. Но чудес уже не ждут. Тут ночью свет нет, пройти даже невозможно. Я говорю, темнеет рано. Конечно, хотелось бы. Вот лето прошло, хорошее лето. Можно было заделать эти ямы. Периодически нам засыпают щебнем. Колесами вытаскиваешь. Вяжущего нет, она не держится. Если их сразу не заделать, то машина их еще больше выбивает. Поэтому надо вовремя ремонтировать. Уже точно можно сказать, с ремонтом дороги у дома 10А по улице Интернациональной в этом году опоздали. Проблему, если и решат, то временно. Зима только усугубит ситуацию. И все бы ничего. Да вот жителям боятся тут ходить в темное время суток. И тут встает еще один вопрос, который мы также поднимали в наших сюжетах. В городе очень темно. Фонари, если и горят, то света от них крайне мало. А то и вовсе отключают. Как будто за ненадобностью.